Основатель фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук присоединяется к нашему эфиру. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Юрий, скажите, пожалуйста, что конкретно позволило и Европе, и Украине не поддаться на нефтегазовый российский шантаж? Ну, вас в сюжете, в принципе, детально расписывали все вопросы. Ну, действительно, оптимально сказать можно, что ключевым фактором, конечно, является теплая зима. То есть минимальный объем газа, который был нужен для потребителей, населения в первую очередь. Потому что в Европе, как и у нас, зимой возрастает потребление газа для населения именно. Но, как бы, нужно учитывать и тот фактор, что все-таки Европа, скажем так, затягивает пояса. То есть в буквальном понимании, потому что все вы тоже видели, знаете, расчеты, что фактически за полтора года, если посмотреть с сентября 2021 года, то где-то вот до конца 2022 года, то там пошло почти 800 миллиардов евро на поддержку, скажем так, экономики. То есть это существенная цифра. То есть каждая страна там потратила очень существенные деньги. В том числе здесь, вот в этих суммах, как бы, кроются ответы на вопросы, каким образом удалось Европе сократить потребление газа, потому что промышленность сократила другие участники, где-то на 65 миллиардов кубометров газа. В общем, такая цифра. Минус 65 миллиардов. То есть это часть того газа именно, который не поставил Газпром. То есть вот таким образом. Плюс теплая зима. Вот эти два фактора, да, они как бы сыграли ключевую роль. И сейчас даже видно, ну, такие объективные оценки, мне кажется, уже вот этот сезон заканчивается, да, топительный, и смотрят в следующий уже. И в Европе начинают думать, где будут брать газ вот именно на следующий сезон. Потому что если в этом году удалось вот таким образом, скажем, даже где-то я видел такую интересную и смешную цитату одного из заместителей министра энергетики США, который сказал, что даже когда ты готовишься к зиме, то есть фактор, когда повезло. А в случае в этом году Европе просто повезло, да, вот. Поэтому это важный момент. Потому что готовились очень слабо, честно скажу. Даже то, что газ в подземных рейлячах был, в наличии, да, не было ответа, каким образом, если бы зима была зимой, да, такой существенной, даже в Европе, да, потому что мягкая зима, еврозима, как ее называют, то в любом случае стоял вопрос, каким образом будут получать газ вот за счет ЛНГ-поставок. Потому что они все тогда тоже зимой уже уходили в сторону Китая, азиатского рынка, потому что Китай начинал уже там оживляться. И, ну, скажем так, ответа на этот вопрос пока нет. Потому что вот альтернативных поставок газа, да, которые были, скажем так, обещаны, кроме ЛНГ-поставок, да, но они занимают только свою часть. И вопрос, действительно, в этом сезоне, куда этот газ будет идти более активно, там, в Китай. Потому что в прошлом году он более активно ишел в Европу, потому что Китай стоял, как такая большая мировая фабрика, как его называют часто, да, ну, не в обиду сказано, а так заслуженно, да, были такие экономические, как бы, стагнация. Поэтому это вопрос, скажем так, еще не до конца на него можно дать ответ, выстояла Европа или нет. Вот следующий отопительный сезон, я думаю, и даже уже тот, что будет за ними, он даст ответ, насколько Европа действительно выстроит схему альтернативных поставок газа. Ну, пока единственный вариант, это ЛНГ-терминал. Другие все объемы, которые поступают, это все замещение. То есть нельзя сказать, что вот даже тот же турецкий поток и украинское направление, да, которое существует, поставок газа в Европу, оно существует, оно закрывает этот объем газа. Без него, поставим вопрос, а что было бы без него, без Украины, например. Да, небольшой объем, условно говоря, прошел в прошлом году, 20 миллиардов, но он как бы закрывал нужды, ну, в первую очередь, Италии, которая, скажем так, с другого, других вариантов просто не смогла, как бы, организовать для себя. Поэтому пока это еще открытый вопрос. Юрий, ну хорошо, как минимум есть месяцев 8-9 для того, чтобы этот вопрос решить. Какие игроки должны сейчас появиться, что конкретно предлагать и каким образом решать этот вопрос? Ну, скажем так, понятно, что зимой этого не можно было делать, хотя первые шаги могли бы сделать европейцы, обустраивая свою инфраструктуру для приема сжиженного газа. То есть терминалов, в принципе, хватает, если так посмотреть, ну, плюс-минус. Да, то, что мы видим, новые там закладывают терминалы, но вопрос, как этот газ дальше потом в более оперативном режиме принимать и направлять дальше к потребителю. Ну, я уже молчу о том, что это просто всегда есть риски того, потому что это морской транспорт, да, что есть погодные условия, которые влияют, технические вопросы, вот насколько этот вопрос будет организован. То есть, грубо говоря, чтобы потребитель не переживал, что у него или будет ограничение газа, или просто этого газа не будет. Потому что трубопроводный газ, он, конечно же, всегда выигрывал перед LNG-поставками, потому что это более такой надежный вид. Газ идет себе по трубе, без вопросов, да, дошел к потребителю, и все. И можно резко увеличить потребление этого газа, то есть поставку, точнее, то, что мы видели и через Украину всегда, когда наращивали поставки газа, и через Белоруссию, вот, через Ямал-Европу, через Белоруссию-Польшу, через Северный поток, который уже там не работает. Вот это, как бы, скажем так, ключевая выгода от трубопроводного газа. А вот пока я не вижу никаких шагов, по большому счету, со стороны Европейского Союза, что они вот занимаются своей инфраструктурой для LNG-приема газа и увеличение именно внутри, чтобы потребителям потом... То есть это нужно перестраивать, фактически, ну, строить новые интерконнекторы внутри стран. Этого пока нет. То есть, скорее всего, Европа, опять-таки, вот, живет, по принципу, по принципу, или ждать чуда, да, или как-то пронесет. Других альтернативных поставок пока, потому что Норвегия не может увеличить большие объемы газа дополнительно предоставлять. У них нет таких планов на 2000, и не было на 23-й год, и на 24-й год нет таких планов. Все другие вокруг поставщики, там, Азербайджан, который сейчас-то называют там Алжир, это все переориентация потока. То есть Алжир меньше начал в Испанию поставлять, больше... Соответственно, этот газ, который у них был, они его направили в Италию. Италия говорит, что вот мы получили больше газа. Но они говорят, что за счет того, что испанцы начали больше покупать LNG-газа, в том числе и российского, да, например. То есть они импортируют много его. И Франция тоже больше импортирует. То есть вот такое, как бы, замещение, да, оно присутствует. Но, опять-таки, это не ответ на зиму, на следующую зиму. Азербайджан тоже, они могут увеличить, скажем так, максимально до 10 миллиардов кубометров. Это при условии, что это, скажем так, будет сделано. Ну, пока есть сомнения, потому что это зависит от уровня объема на Шахдинис-2, втором месторождении, откуда идет газ. Именно на... ну, в Турцию, в основном, идет. И потом часть уже в Италию направляется. То есть пока, вот кроме LNG-газа, если так посмотреть, да, спасения нет. Но его тоже немного, на самом деле, этого LNG-газа. И плюс он контрактируется китайцами. То есть китайцы его выкупают, и потом они уже будут рассчитывать свое потребление и, скажем так, остатки отдавать в Европе. На Европе остатки не нужны. Им нужен четкий прогнозируемый объем. Все другие проекты, пока мы которые видим, это даже проекты от слова, ну, совсем проект. Потому что он только как бы на бумаге. Вот, например, даже тот же Шкатар, который строит там два больших терминала для сжижения газа. Они уже там готовятся, разрабатывают месторождения. Но это плюс 10 лет еще. То есть вот к этому периоду, который у нас сейчас есть. США как бы не могут увеличить. Вот, в принципе, сколько они поставили в прошлом году, я думаю, что такая цифра где-то будет и в этом году. Имеется в виду, если будет идти уже подготовка к ответственному сезону, то есть летом начнут поставки, осенью, зимой, опять-таки, нет уверенности в том, вот как в этой зимой. Даже когда она еще не была теплой, и когда все поняли, что все, можно как бы там расслабиться, условно говоря, что там прошли в январе, например, уже, что не такие большие объемы будут нужны, то все равно уже где-то с октября уже США как бы сократили существенно поставки ЛНГ газа на европейский рынок. Потому что часть газа уже шла на китайский рынок. Поэтому, опять-таки, в этом вопросе тоже ответа нет окончательного. И, скорее всего, все пытаются вот таким образом, скажем так, сделать вид, что все хорошо. А на самом деле пока не все так хорошо. Юрий, хотелось бы подвести итоги этого года полномасштабной войны в контексте экспорта нефти и газа, что касается самой Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот появилась информация Международного энергетического агентства относительно того, что доходы России от того самого экспорта нефти и газа снизились фактически на 40%, там, кажется, на 38%, насколько мне не изменяет память. Скажите, пожалуйста, что означает эта цифра простым языком для самой России и, собственно, для простых граждан Российской Федерации? Ну, простой язык, непростой. Как бы всегда, когда минус присутствует, он всегда потом как бы выливается уже в конкретные суммы денег, которые недополучают бюджет страны. Да, конечно, это недополучение, оно связано... Вот мы даже когда с вами говорили, я всегда говорю, что это недополученная прибыль. Нельзя даже сказать, что это убытки страны. Потому что, в принципе, они могли продать Юрлс там по 80 долларов, да, они продают его за 60 долларов. Но, опять-таки, как мы видим, что это то, что мы с вами опять говорили, и даже вот то, что Международное аналитическое агентство, да, вот говорит, что уменьшилось, они цифру называют среднюю Юрлса там, и Россия как бы подтверждает сама такие данные, там, 49 долларов, средняя стоимость сорта Юрлс. Но, опять-таки, вот американцы, они там обратили внимание именно то, что, опять-таки, мы с вами говорили, что есть другой сорта нефти, да, который отгружается в Тихом океане, направление восточное. То есть, Балтийский, Черноморский, скажем так, порты, да, там они дают цифру 60 долларов сегодня, 62 доллара за баррель Юрлса. Даже чуть-чуть больше, чем, кстати, граничная цена, потому что эта нефть идет вот через эти серые танкеры, да, как их называют сейчас. Интересно так придумали название. И, а часть нефти, практически половина, там, 40%, это та нефть, которая торгуется сегодня по 75-80 долларов. То есть, вот эти убытки, которые мы сейчас будем видеть, да, вот минус 38%, это такая общая цифра, да, но если посмотреть на убытки, которые уже получают бюджет России, да, то там цифры, в принципе, вот 50 миллиардов рублей, да, и где-то они выйдут на 100 миллиардов рублей. Это недополученная нефтегазовая прибыль, здесь объединенная прибыль, потому что по газу они больше получают убытков, потому что меньше газа, вот то, что мы говорили, в Европу идет существенно меньше. Но в целом по году где-то они, если они, скажем так, вот в 22-м году у них было 11 триллионов, то есть где-то 150 миллиардов они получили прибыль, где-то они опустятся до уровня, я думаю, 120 миллиардов долларов. То есть где-то вот минус 30 миллиардов, в принципе, как мы с вами говорили, вот такая цифра где-то она и получится. Но опять-таки, это если погоду, если внутри, в середине года, например, ситуация изменится, и дефицит появится существенный, например, нефти, да, мы видим, что и Саудовская Аравия, они там не спешат наращивать, и, скажем так, и другие страны такую позицию занимают неоднозначную. И тогда это мы можем увидеть, конечно, рост и цен нефти, и даже те поставки серые, которые будут осуществляться, они существенно могут превышать вот этот потолок 60 долларов. Это уже если по юрелству говорить, то есть реальная цена, которая будет. Но в любом случае где-то вот такой дефицит, минус 30 миллиардов долларов этих доходов, да, мы можем увидеть в России. А есть еще куда падать этим доходом? Ну такое, это не столько прогноз, сколько профессиональная оценка. Падать всегда можно, можно опускаться, можно и расти. То есть это нет, это, ну, посмотрите, нефтегазовый рынок, да, вот и нефти, и газа, любого, угольный рынок тоже, он, это очень инертные рынки. То есть нельзя сказать, что если вот сейчас идет падение, да, мы видели этот коронакризис, да, очень показательный, только еще свежий, еще не забыли, да, 2008-2009 год, кризис экономически огромный, да, но тот кризис сегодняшний, да, в связи с войной в Украине уже, как бы, эхо, которое, как бы, раздается по всей планете, он, скажем, даже более сравнительный, он тоже более существенный, чем кризис 2008-го года экономический. И тогда падали, и падали, и мы видели цены минус 20 долларов, ну, все смеялись, там, ну, это там были отдельные примеры были такие. Юровс был по 20 долларов, ну, как бы, все вернулось на свои круги, да, как бы, дальше все продают нефть, она выросла. То есть инертность, имеется в виду, что запас вот этой мощности, да, и плюс, как бы, каждой страны, нефтяной страны, которая там добывает, у них есть свой фонд, да, у них есть резервы, они могут сокращать потребление нефти, потом возвращаться к прежним уровням. То, ну, мне кажется, по моим таким вот оценкам, они субъективные, конечно, то такая вот ситуация с санкцией, давления, да, ограничения, снижение цены на нефть, в принципе, вообще в мировом масштабе, да, это должно занять где-то там, ну, до, там, 7-10 лет такой процесс. Но мы видим, что просто когда нефть снижается, она, по-моему, очень быстро, где-то там через полгода, уже год максимум, она возвращается на свои уровни прежние, и в том числе и российская нефть, да, потому что, ну, все страны мировые, которые зарабатывают на этом, они не хотят, как бы, получать убытки, они хотят получать денег. И вот Россия тоже на этом будет играть, конечно же. Ну, мы видим эту ситуацию Саудовская Аравия, да, ну, Индия, Китай, да, как ключевые потребители нефти и газа, Эмираты тоже, как небольшая страна, но такая существенная, Катар тоже по газу, они координируют свои вопросы, кстати, с Россией, у них, как бы, такое сотрудничество присутствует. Поэтому вот это все, ну, скажем так, разрушить вот эти все связи, да, мировые, нефтяные, газовые, очень трудно. Это так, как бы, просто не удастся сделать. Юрий, скажите, пожалуйста, знаете, в любом случае, вот, дата 24 февраля, годовщина полномасштабной войны, сейчас уже время прошло, но все же пока еще подводим некие такие итоги и задачи на 2023 год. И вот есть очень такая интересная цитата господина Фатиха Бироля, я ее зачитаю, мы ожидаем, что снижение дохода в России от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы и еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям, об этом сказал Бироль. Скажите, пожалуйста, 2023 год, какие главные задачи на фронте энергетических стратегий в борьбе со страной-агрессором? Что нужно делать всему цивилизованному миру? Вот по пунктам, какие сейчас главные вызовы? Ну, мы, в принципе, обсудили это, там пунктов как бы немного, там нужно просто, если ставить цель, скажем так, ограничить, ну, США заявляют, да, они как бы как локомотив этого всего процесса, да, по большому счету, они заявляют цель, что они не хотят, чтобы русская нефть, российская нефть ушла с рынка, они хотят ограничить доходы. То есть в том числе, кстати, это означает то, что даже те технологии, вот тут цитата, которую вы даете, да, те технологии, это не означает, что они не получат, скажем так, доступ на российский рынок. Они могут туда попасть, они попадают, кстати, туда через третьи страны, через серые схемы, то есть, в принципе, США, они как бы это тоже видят, контролируют и понимают, понимают. То есть, скорее всего, просто речь идет о том, что если вот занимать позицию дальнейшего сокращения прибыли России, ну, получения денег, там, от продажи нефти и газа, да, от газа, там уже существенные, да, такие недополученные прибыли, да, убытками все-таки это нельзя называть, то по нефти вот этот вопрос будет касаться ограничительной цены, да, которая пока 60 долларов. Возможно, она может снизиться до уровня, там, 50 долларов, но не ниже, скорее всего. И вот этот процесс, то, что я и сказал, он должен длиться, по большому счету, там, не один год, вот, а мы видим это буквально пару месяцев, это должно длиться несколько лет, ну, 5 лет, 6, 7, 8. И только в таком случае, да, мы увидим вот это снижение, действительно, доходов, и это может повлиять, скажем так, уже на экономические процессы внутри России, имеется в виду на расходную часть. Потому что мы всегда говорили, я говорю, мне военную часть, насколько это там влияет, вот сколько денег выделяют, мне тяжело сказать. Но, конечно же, в таком случае, да, это будет влиять на распределение вот этих внутренних доходов и прибыли. Но, скажем так, это ж не один год, повторюсь, насколько это мы увидим, вот, в глобальном, как бы, аспекте, да, как все страны будут поддерживать это, потому что, повторюсь, там, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Аргентина, это большие локомотивы, кстати, Латинской Америки, страны Мексика тоже, их позиция тоже такая, скажем, нейтральна, назовем ее таким словом, да. Они все ключевые игроки, кстати, и на нефтером рынке тоже, на энергическом мировом, они пока, как бы, в стороне стоят этого всего, и, скажем, это открытый вопрос. Да, но есть большие игроки, которые давно уже взяли или выбрали для себя курс на продолжение санкционного давления на страну-агрессорку Российскую Федерацию, поэтому ситуация будет меняться, а мы будем за этим следить и, в частности, с вами, Юрий, обговаривать. Спасибо большое, Юрий Корольчук, сооснователь фонда энергетических стратегий, был с нами на прямой связи. Спасибо.